Ну, в общем, на мой взгляд, какое-то кидалово. Три тысячи рублей. Мне не жалко, конечно, три тысячи рублей. Вот, хотя мне непонятно, как это вообще. Три месяца, как мы вернулись с России, а какой-то опыт до сих пор мы получаем, продолжаем получать. Сесть в самолёт и прилететь сюда и работать здесь, пока у меня там будет считаться опыт. Будет виск и крик, а-а-а, ты сраный патриот, говорил о том, что хочешь Россию, любишь Россию, хочешь туда переехать, работать, приносить пользу. И опять уехал в свою вонючую Америку. Я понимаю, какой будет виск, поэтому я надеюсь, что вот этот тоже мой вопрос будет решён. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы снова на канале Блогер Бен. Я сегодня отдыхаю, нахожусь в городе Квебек, как многие из тех, кто смотрит мой канал уже давно знают. Каждые вторые выходные я остаюсь здесь, в гостинице. Я не еду домой для того, чтобы с утра, завтра в понедельник, пораньше начать. И, ну, в общем, стараюсь изо всех сил заработать как можно больше денег для того, чтобы до отъезда, для того, чтобы в России у нас, ну, как бы, было больше возможностей, больше шансов там что-то купить. Вот. По поводу продажи дома пока неизвестно, потому что мы ещё этим не занимались. Я говорил, по-моему, в прошлом видео о том, что я надеюсь, что в связи с выборами в Америке как-то будет какой-то подъём экономики. Я совершенно не возражаю, чтобы простые американцы жили нормально, без каких-то особых проблем, ну и канадцы в том числе. Поэтому надеюсь, что будут какие-то хорошие положительные изменения. Американцы сами говорят о том, что вот, прошло 4 дня после инаугурации, то есть не инаугурации, не буду я переделывать этот дубль, не после инаугурации, а после избрания президента Трампа на новый срок. И вот уже какие-то там акции начали расти, какие-то положительные тенденции на криптобиржах. Как бы всё растёт, всё хорошо, они уже такие прямо вот воодушевлённые. Я пока, честно, не слышал нигде в каких-то других источниках, но американцы говорят, что вроде бы Китай сказал, что с Америкой они хотят иметь хорошие доброжелательные отношения, и вроде бы там вообще на какие-то там чуть ли не уступки идут. И они говорят, что вроде и Россия сказала, что готова на какие-то там переговоры. Я пока это слышал только где-то вот в американских, да даже сказать, наверное, не в средствах массовой информации, а в ТикТоках. Поэтому не уверен я, что это правда, но криптовалюты ведут себя лучше. Поэтому надеюсь, что будет какая-то положительная тенденция здесь, на этом континенте, как я уже сказал. Я абсолютно не возражаю, чтобы простые американцы жили нормально, достойно. Почему я должен возражать? Я думаю, так же точно, как и вы не возражаете. Я думаю, что нам всем главное, чтобы Америка не вмешивалась со своими войнами всевозможные регионы, в том числе, особенно в России. Надеюсь, что с Украиной в скором будущем, после инаугурации, произойдут какие-то положительные для России изменения. Очень надеюсь, что, в принципе, Украина потеряет поддержку. И очень надеюсь, что, по крайней мере, Харьков с областью. Да, и в принципе, я такой, что я бы не возражал, если бы Россия забрала всю Украину. Ну, на мой взгляд, западную я бы отдал бы полякам, но не только дома. А я бы отдал бы вместе с этими бендеровцами туда. Пусть там уже поляки с ними разбираются, всё, что хотят, пусть с ними делают. Ну, и какой-то там, не знаю, Закарпатья пусть уходят в свои исконные пенаты. Поэтому надеюсь, что будут изменения. Хотя уверен, что на Украине кто-то меня не поддержит. Но я высказываю своё мнение, а у вас есть своё. Поэтому вот такое у нас разногласие. Но что я ещё хотел бы сказать? Сегодня я получил имейл. Вы помните, я арендовал, когда мы приезжали в Питер и в Москву. В Питере мы арендовали с Катей машину. Вот, я как-то делал видео о том, что мы схлопотали штраф за неправильный... Да не только штраф, у нас эвакуировали машину за неправильную парковку. Вот, там, конечно, была чисто моя вина. Вот, но ничего не могу сказать. Кто не знает, пересмотрите. Припарковали. Ну, я привык, знаете, как у нас в Канаде. Если есть запрет на парковку, то будет конкретный знак. От сих до сих парковка запрещена. Или от сих до сих парковка разрешена в определённые дни года. Допустим, с 1 марта по 31 ноября, к примеру. Она разрешена, а потом запрещена. То есть, явно, конкретно будут стоять знаки, где всё понятно. В России же не так. Вот. А я этих нюансов не знал, поэтому я припарковался. Там знака запрещающего не было. Он был разрешающий от пешеходного перехода на нормальном расстоянии. А то, что от машины до сплошной линии меньше, сколько там, полутора метров. Слушайте, я уже забыл. Полутора или трёх? Я уже забыл. Это я не учёл. Поэтому нашу машину эвакуировали. Ну, в общем, это вы можете увидеть, если даже кто-то не видел в том видео, о котором я об этом рассказываю. Но сегодня я получил имейл от компании, которая мне давала в аренду машину о том, что якобы есть ещё штраф. Вот я сейчас с ними разговаривал, переписывался. Сейчас уже в Питере ночь, но через WhatsApp я, тем не менее, мог пообщаться с каким-то представителем. Я говорю, где штраф? Говорят, что штраф был на улице Красных Текстильщиков. Я прекрасно помню этот момент. На улице Красных Текстильщиков находится... Напишите, петербуржцы, как точно называется эта организация. В общем, там что-то с эмиграцией связано. Там куча представителей со Средней Азии. В общем, тот, кто хочет переехать в Россию, они все на улицу Красных Текстильщиков идут и там, в общем-то, решают свои вопросы. Забыл я, как точно называется это место. Я очень хорошо помню, что мы туда приехали с Катей. И это как раз после нашего общения с подписчиками, которые, в общем-то, нас туда и направили. И я прекрасно помню, что мы заплатили за парковку то ли на час, но мы не знали точно, сколько будет мы там будем. То ли за час, то ли за полтора. Заплатили так конкретно, с хорошим таким запасом. Пошли там поговорили. Потом мы вернулись. Время еще не закончилось. Нашей аренды этой, ну, оплаченной парковки. Время не закончилось. Мы сидели в машине, завели там двигатель, сидели в машине и разговаривали. По поводу всего того, что мы узнали, ну вот, общаясь с этими представителями этой организации. Сидели, общались, то есть, продолжали сидеть в машине. Я видел, что по улице ходил кто-то, ну, какой-то мужик и выписывал там штрафы. Ну, он выписывал прямо вот штрафы, там клал на лобовое стекло. На нас он посмотрел. Ну, мы сидели в машине. Даже если на тот момент уже и закончилось наше оплаченное место, вот, но мы продолжали сидеть в машине, двигатель был не заглушен. Мы сидели в машине, то есть, машину мы не покидали. К нам никто не подходил. Я прекрасно это помню. Я еще Кате сказал, о, как хорошо, что мы заплатили за парковку, потому что здесь, как бы, парковщики лютуют в Питере. Ну, я думаю, не только в Питере. Вот, парковщики лютуют, вот, но, как я уже сказал, к нам никто не подошел, нам никто ничего не сказал, вот, нам никто ничего не выписывал, вот, мы поговорили, как бы, приняли там какое-то там свое решение, что нам надо делать дальше, и мы поехали. Вот, и вот прошло три месяца, и нам сообщают о том, что якобы был штраф, не оплаченный за парковку на этой улице красных текстильщиков. Я сейчас вот общался, пытался понять, как это вообще возможно, что штраф был выписан, но не выдан, и мы ни сном, ни духом. Вот, напишите мне, я с порядками в России пока еще не очень, как говорится, знаком. Напишите мне, ребята, вообще, как бы, это частое такое, происшествия такие, часто так происходит, потому что ни в Канаде, ни в Америке такого не было. Никогда это, то есть, если ты где-то припарковался неправильно, тебе дадут бумажку, если ты не вышел из машины, то ты можешь там сидеть хоть целый день, главное, что ты не вышел. Это не парковка, а остановка, получается, раз ты не вышел. Вот, ну, в общем, на мой взгляд, какое-то кидалово. Вот, сказали, что штраф за неправильную парковку 3000 рублей. Мне не жалко, конечно, 3000 рублей, вот, хотя мне непонятно, как это вообще. Вот, ну, в общем, как говорится, уже три месяца, как мы вернулись с России, а какой-то опыт до сих пор мы получаем, продолжаем получать. Вот, меня это не злит, как бы, ну, кто-то, например, скажет, он, Россия такая-сякая виновата. Нет, меня это не злит, я не воспринимаю это, что виновата Россия в целом. Мне кажется, просто кто-то там работает и является козлом. Вот, а сама Россия молодец, хорошая страна, но вот есть некоторые козлы. Вот, в общем, расскажите, что с этим делать, нормально ли это. Ну, в общем, буду читать ваши комментарии. Вы же-то у нас люди опытные, вот, поэтому буду набираться от вас вашего опыта, перенимать. Вот, ну, а что, завтра опять на работу, вот, и, в принципе, ничего у нас такого особого не происходит. Отдыхаю. Сейчас вот, я не помню, если я сказал в этом дубле, занимался с утра, там, грузовиком, опять красил вот эти вот посты, вот эта вот гидравлика, там, где ездит, ну, не сама гидравлика, а там, где, в общем, там, движущиеся детали. Надо было покрасить специальной графитовой краской, покрасил, сидел, ждал, пока высохнет, заряжал телефон, в общем-то, заряжал аккумулятор. В общем, ребят, ничего такого особого у нас нет, вот, все живы тут, здоровы. Вот, из новостей что еще? Значит, по поводу канадского гражданства, которое я уже объяснял, Кате придется сначала получить канадское, потому что она живет здесь, по-моему, с 99-го года, она так на него и не подавала. Прислали бумаги, что надо готовиться к экзамену, она может сдать экзамен, вот, то есть, в принципе, гражданство туда-сюда она получит, после этого мы, значит, будем подавать уже в канадское, в российское консульство в Канаде. Что я еще хотел сказать? Выяснил я, что есть для переезда в Россию есть еще одна программа, которая позволяет перевезти имущество. Вот, вы у меня спрашивали, Богдан, как бы, ну, что ты так считаешь, что стоит перевезти машины? Ну, потому что я посчитал о том, что такие машины, хоть у нас они и не новые, но есть смысл их перевезти, тем более, что эта программа, в общем, есть возможность перевезти беспошлино. Если бы надо было платить за них пошлину, то, конечно, смысла бы не было, потому что в Россию, если ты возишь машины старше трех лет, то там очень сильно уже возрастает именно сумма пошлины и в зависимости от объема двигателя, то есть, если бы это было не бесплатно, тогда, конечно, смысла бы везти не было. Но так как это все можно перевезти бесплатно, то как бы есть смысл это все перевезти. Вот, я узнал, значит, сначала я думал, что мы будем ехать по программе переселения соотечественников. Это программа именно, которая позволяет перевезти имущество, автотранспорт, но там есть определенные регионы, в которые можно переехать. Санкт-Петербург в этой программе не участвует, участвует только Ленинградская область. Ну, на крайний случай думали, сначала перейдем в Ленинградскую область, потом уже после получения гражданства можно, как говорится, переехать уже в Санкт-Петер. Потом я узнал о том, что есть другая программа, называется «Репатриация из недружественных стран». Это вот что-то новое, и эта программа тоже позволяет перевезти имущество, и ты можешь переехать в абсолютно любой город, в абсолютно любой регион, куда, как говорится, твоя душа желает. Вот, и, ну, конечно, это мне нравится, это то, что я бы хотел. Хотел. Единственное, что я понял, что нужно предоставить оригиналы документов, цепочка родства, моё родство с какими-то вот моими родственниками, которые были рождены на территории Российской Федерации. Там пусть это было советское время, но это должна была быть территория РФ. Или, ну как, ну да, Российская Федерация. У меня бабушка была рождена в Белгородской области. Она, дай бог ей здоровья, 95 лет, она жива до сих пор. Вот, и есть её паспорт, есть свидетельство о рождении мамы, и там другие документы по цепочке. Но этих документов, оригиналов у меня нет, есть только фотокопии. Вот, ну и вот я сейчас, уже, честно говоря, неделю я жду ответа от юриста, который работает с Марией Бутиной. Это мой ответ о том, что, как нам быть, что нам делать, каким образом можно предоставить оригиналы. Может быть, я думаю, может есть какой-то вот, не знаю, какие-то архивы. Это же всё-таки моя бабушка родилась при СССР. Моя мама вышла замуж при СССР. Я родился при СССР. Может быть, есть какие-то архивы в России, которые могут подтвердить эту цепочку родства. Пока ответа нет. В общем, не знаю, жду. Ну, как я сказал, у нас пока ещё время есть. Но, честно говоря, очень сложно. Очень сложно вот эти все документы. Если бы не возможность обращаться за помощью к Марии Бутиной, я думаю, что вообще я бы с ума сошёл. А так хотя бы юрист денег не просил. Вот, что-то там решают, что-то там стараются помочь. Вот, поэтому огромное спасибо. Вот. Ну, в общем, пока. Это все новости, которые у нас есть в семье. Ребят, благодарю всех тех, кто отправлял донаты. Вот, как я сказал, если юрист денег стоить нам не будет, то переезд всё равно на данный момент, это то, что я выяснил, всё равно будет очень дорого стоить. И, ну, вообще, поддержка канала. Если у вас есть желание поддержать канал, то, пожалуйста, реквизиты в описании к видео. А я благодарю всех, кто отправлял донаты за последний, ну, я не знаю, когда я там благодарил последний раз, ну, пусть будет месяц. Спасибо большое всем, кто нас любит, уважает, ждёт. Ну, мы вас тоже любим, очень стремимся, хотим переехать. И, по сути, я, в общем-то, в мыслях только и живу этим. Вывел себе в телефоне на, ну, вот, как сказать, на рабочий экран ссылку. Есть в Питере очень много веб-камер, которые где-то на столбах на улицах стоят. Вот. И я вывел ссылку. Я каждый день захожу, смотрю. Есть Сенатская площадь, там, где стоит памятник Петру Первому. Ну, и Исаакиевский собор видно. Вот. Ну, в общем, я смотрю, что там происходит в Питере, какая погода, где там дождь. У нас тут тоже дожди идут. Вот. Какая погода, как рано темнеет. У нас же разница во времени где-то 7 часов. Вот. Поэтому я смотрю, значит, сколько время сейчас, какое освещение. Потому что, знаю, как бы люди говорили о том, что в Питере очень есть моменты, когда очень мало вообще солнца. То есть, есть там белые ночи. Вот. Кстати, меня расстроило. Я думал, белые ночи там где-то, ну, вот, там, не знаю, чуть ли не как, знаете, полярный день. Долго по времени. Оказывается, там всего-на-сего где-то две недели. Вот. Жаль. Вот. Хотя Катя, например, она любит спать. Она очень плотно завешивает шторы. Вот. Но, не знаю, белые ночи прикольно. Вот. Ну, поэтому вот смотрю, наблюдаю. Вы же сколько мне отправляли сообщений о том, что Богдан, куда ты едешь? Там в Питере плохая погода, очень низкие облака. Там, да, я смотрю на облака. Я смотрю на то, что я вижу через эту веб-камеру. Вот. А вот я смотрю на то, что я вижу в окне. Разницы я особо не наблюдаю. Также у нас тут, в принципе, низкие облака. Вот. Может быть, там больше, чем здесь. Не знаю. Будем наблюдать. Ну, реально смотрю. Вот. Но душой вот жду тот момент, когда я смогу сказать, я переехал. Я петербуржец. Вот. Что еще из новостей? Да, есть еще. Я хотел уже заканчивать, но есть еще. Значит, опять через ту же Марию Бутину отправил проблему, запрос о решении проблемы по поводу водительских прав. Я как-то вам говорил о том, что из-за того, что то ли Россия, то ли Канада не подписали там какую-то, по-моему, Женевскую конвенцию. По поводу того, что взаимное признание водительских прав, то есть российские права здесь, в Канаде, ну, в общем, все равно надо человеку пересдавать. Вот. Ну, и как бы Россия сделала зеркальный, как бы, ответ, то, что канадские права также в Канаде не считаются. Вот. И считаются, конечно, обычные, или можно, по крайней мере, год ездить на обычных правах, как это там называется, категория, не знаю, в общем, на легковую машину А, наверное. Вот. Или Б, я не знаю, поправьте меня. Мотоцикл это какая категория? Легковая машина это какая категория? Наверное, мотоцикл А, это Б. Вот. Вот. Значит, год можно ездить, а потом надо пересдавать. Вот. Так вот, проблема в том, что мне и не будут учитывать мой канадский опыт. Я проехал более трех миллионов километров только на грузовике по Америке и Канаде. И на данный момент никто не даст мне категорию Е в России. Мне надо будет сначала получать права обычные. Потом, возможно, мне не надо будет ждать год, потому что у меня есть еще украинские права, которые я получал то ли в 96-м, то ли в 7-м, то ли в 8-м году. Они бессрочные. Эти права, насколько я знаю, Россия признает. Поэтому опыт на легковую машину у меня будет еще учитываться, ну пусть будет с 98-го года. Но мне надо будет сдавать на категорию Е, нет, С, а потом после этого, по-моему, должен пройти год, что я смогу сдавать на категорию Е. Что, на мой взгляд, мне кажется, это неправильно, ненормально. Потому что если я перееду и должно будет пройти год или два, пока я получу права категории Е и смогу ездить на грузовике по России, то это пипец как плохо. Я, как говорится, пытаюсь, ну не то чтобы бить в набат, но в общем Мария Бутина говорит, передавайте все свои проблемы для того, чтобы мы могли знать о этих проблемах и как-то их могли решать. Ну вот я передал эту проблему, потому что мне кажется, что если есть человек, который переезжает из Канады, который имеет опыт и который готов, хочет, желает, имеет желание ездить по России, приносить пользу России своим умениям, то глупо чинить какие-то препоны. Потому что если у меня не получится работать, я не пойду на какой-то завод за маленькие деньги, ну придется, значит, сесть в самолет и прилететь сюда и работать здесь, пока у меня там будет считаться опыт. Я могу представить, сколько будет крика и визга от людей, которые, в общем-то, я думаю, от людей, которые нас реально любят, они все поймут. А вот те, которые, так скажем, хейтеры, только смотрят, а что он там скажет, и как он поступит, и что он сделает, будет визг и крик. А-а-а, ты сраный патриот, говорил о том, что хочешь Россию, любишь Россию, хочешь туда переехать, работать, приносить пользу, и опять уехал в свою вонючую Америку. Поэтому я понимаю, какой будет визг, поэтому я надеюсь, что вот этот тоже мой вопрос будет решен. Этот вопрос должен быть решен законно, то есть какими-то там взятками, какими-то там непонятными махинациями, такие вещи решать я ничего не буду. Этот закон должен быть решен нормально, и не только для меня, и для остальных людей. Поэтому ещё не приехав, я пытаюсь как-то участвовать в том, чтобы как-то вот помочь и себе, и остальным с этим таким вот серьёзным делом, как переезд. Вот, надеюсь, что вы всё это понимаете. А я всегда разговаривал, говорил с вами абсолютно честно, вот что у меня внутри, я как бы человек без двойного дна. Вот, никакой хитрости во мне нет, вот как я считаю, так я и говорю. За это вы меня любите. Я тоже люблю всех моих зрителей и подписчиков. Ребят, всё, рассказал все события, все новости. Спасибо за то, что смотрите. С уважением, любовью, блогер Бен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!